Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Поднимав бойцов в атаку руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, стянув кровавой тряпкой рану, письмо от вас еще все шло, еще, по счастью, было рано. Когда на камне он упал, и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. «Могу вам сообщить о том, что, завернувши в плащ палатки, мы ночью в сфере городском, его зарыли после схватки. Стоит звезда из жести там, и рядом тополь для приметы. А впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично это. Письмо нам утром принесли. За смертью адресата между собой мы вслух прочли. Вы уж простите нам, солдатам. Быть может, память коротка у вас, по общему желанию, от имени всего полка, и вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем, а старый, если и придет, вам будет все равно и нужен. Что вы не знаете беды, живете хорошо, и кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенантском аттестате. Что писем он от вас не ждал, и вас не утруждал бы снова. Вот именно, не утруждал, вы побольнее искали слово. И все, и больше ничего, мы перечли их терпеливо. Все эти слова, что для него, в разлуке час души нашли вы. Не утруждай, муж, аттестат. Да где же вы душу потеряли? Ведь он же был солдат, солдат, ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьей быть, не все разлуку побеждают, не все способны век любить, к несчастью в жизни все бывает. Но хорошо, пусть нелюбим, пускай он больше вам не нужен. Пусть в жизнь вы будете с другим, бог с ним, там с мужем или не с мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает, что третий год себя подряд, вас защищая, утруждает. Что ж написать вы не смогли, пусть горьких слов, но благородных. В своей душе их не нашли, так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть немало женских душ высоких. Они б вам оказали честь, вам написали бы эти строки. Они б за вас слова нашли, чтобы облегчить тоску чужую. От нас поклон им до земли, поклон за душу их большую. Не вам, а женщинам другим, от нас, отторженным войною. А вас мы написать хотим, пусть знают, вы тому виною. Что их мужья на фронте тут, подчас душеборясь с собою, с невольной тревогой ждут из дома писем перед боем. Ваши не к добру прочли, теперь в нас тайник горечь мучит. А вдруг вы не одна смогли? Вдруг кто-нибудь еще получит? На суд далеких жен своих мы вас пошлем. Вы клеветали на них, вы усомниться в них нам на минуту повод дали. Пускай поставят вам в вину, что душу птичью вы скрывали, что вы за женщину, жену себя так долго выдавали. А бывший муж ваш, он убит. Все хорошо, живите с новым. Уж мертвый вас не оскорбит, в письме давно ненужным словом. Живите, не боясь вины, он не напишет, не ответит. И в город, возвратясь с войны, с другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще простите, придется вам его за то, что, наверное, с месяц приносить еще вам будут письма почта. Уж ничего не сделать тут. Письмо медлительные пули. К вам письма в сентябре перейдут, а он убит еще в июле. А вас там каждая строка. Вам это, верно, неприятно? Так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презрение наше на прощание, не уважающие вас, покойного однополчания.